Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии, местное самоуправление, программа о деятельности столичных властей и я ее ведущая Данифа Тагирова. На заседании постоянной комиссии по бюджету народные избранники подвели итоги работы администрации за 2012 год. В центре внимания социально-экономическое развитие столицы Чувашии. Одно из важных направлений работы администрации – мелкорозничная торговля. Динамика поступлений в бюджет города от этого вида деятельности, как отмечают в столичной администрации, положительная. Об отдельных отчетах далее в репортаже. На размещении нестационарных торговых точек провели шесть конкурсов, тем самым городская казна пополнилась семью миллионами рублей. Размещение таких объектов торговли под пристальным вниманием столичной администрации. За прошлый год демонтировано порядка 50 самовольно установленных нестационарных торговых объектов. Регулярно проводились совместные рейды по проверке соблюдения правил торговли алкогольной продукцией. У депутатов есть вопросы к руководству нестационарных павильонов и по другим статьям. Прилегающие территории захламлены. Зачастую сами торговые объекты непривлекательны для горожан. И тем более допускают нарушения при торговле пивом. Стоит отметить, что со вступлением закона о запрете продажи пива в ларьках, некоторые предприниматели сами оставляют этот вид деятельности. Сейчас уже торговли пивом нет, соответственно уже киоск содержать не так выгодно. И часть из них, я думаю, сами по себе будет закрываться. Вообще в городе политика администрации направлена на сокращение количества киосков. И постепенно мы при продлении уже договоров и выставляем условия о замене на более современной, красивой. Если мы продляем, либо отказываем продление. Такие случаи были в основном отказываем нарушителям, которые допускали нарушения торговли пивом. А также которые не содержат в надлежащем виде то, что вы сказали, прилегающую территорию. Изменится схема размещения торговых точек на Красной площади, заливе и набережной. Эту территорию, возможно, закрепят задним ответственным лицом и оборудуют в виде парка культуры. Тем самым хотят искоренить мелкорозничную торговлю, где, как сейчас принято, каждый отвечает только за свою точку. То есть уже не будет такого, что один отвечает там только за торговлю, другой там только за аттракционы, третий там за уборку. Хотим единого сделать ответственного и уже он полностью будет набережной, залив, все это контролировать. В первую очередь наше мнение, что там должно идти все по принципу парка. Как вот есть парк Лакреевский лес, есть парк 500-летия, такого же плана. Каким образом будет проведен конкурс на этот год, окончательное решение не принято. Многие предприниматели предлагают провести конкурс на три года. Тем самым у них появится возможность получить прибыль от вложений. С этим согласны и сами депутаты. Более того, народные избранники считают, что нужно проводить не конкурс. Печальный опыт показывает, что мелкорозничная торговля на конкурсной основе лишает многих участвовать в нем. Практика показала, что там были мамы, папы, дяди, сваты и все точки были розданы им. Вот и все. Я так понимаю, что залив сейчас будет тоже такое же место, если мы не будем проводить аукцион. Просто аукцион должен быть в другом виде. Он должен, как вы правильно сказали, на три года или на пять лет, чтобы человек, который шел, который бы инвестировал непосредственно в этот залив, он бы знал, что через пять лет, за пять лет, вернее, он все это окупит, но город за это должен реально спросить, чтобы это было красиво. Также на заседании постоянной комиссии депутаты говорили о ценах на социально значимые товары. Администрация города не имеет рычагов влияния на ценообразование и мониторинга цен для контроля, недостаточно уверены депутаты. Одна из форм воздействия – круглые столы, совместно с предприятиями и предпринимателями, где можно обсудить и решить многие вопросы. Еще одной темой бурного обсуждения стала деятельность управляющих компаний и расчетно-кассового центра. Создание РКЦ и его работа, как говорят, без посредников, выгодно горожанам, так и городу. Стоит отметить, что расчетно-кассовый центр существовал и раньше. Через него проводили платежи 25 компаний. Правда, работал он по другой схеме. Но они сами же собирали денежные средства, потом перечисляли на счет ЧГС и уже там производилось расщепление. То, что вывели РКЦ в отдельное юридическое лицо, и сейчас оно уже специализируется на этой деятельности, и там делается акцент на большую прозрачность. Естественно, ряд управляющих компаний не очень заинтересованы в этом. Но с ними работает наше управление ЖКХ и энергетики под руководством Александра Гермагеннаевича. Я думаю, все равно будем добиваться того, чтобы все управляющие компании работали через это РКЦ. Создание РКЦ – это стопроцентный безопасный сотрудник населения, который собирается ввести коммуникацию. Но депутаты не уверены, что все управляющие компании вступят в такие отношения. Пока сотрудничество с Центром – дело добровольное, но народные избранники ищут способы упорядочить этот процесс в интересах жителей многоквартирных домов. На заседании постоянной комиссии по бюджету депутаты также заслушали отчет о работе городского комитета по управлению имуществом и деятельности финансового управления столичной администрации. В Чебоксарах состоялось заседание рабочей группы по формированию муниципальной кадровой политики и муниципального кадрового резерва Окружного консультативного совета. Заседание прошло в режиме онлайн. Говоря о проблемах муниципальной службы, Леонид Ильич подчеркнул, что повышение статуса муниципальных служащих – это основная задача, которой предстоит заниматься рабочей группе. В ходе заседания было предложено установить в федеральном законе нормы, которые позволят государственному служащему, имеющему классный чин, сохранить его при поступлении на муниципальную службу. Кроме этого, необходимо предусмотреть в законодательстве субъектов федерации ряд дополнительных социальных гарантий муниципальным служащим, аналогично государственным. На данный момент все поступившие предложения обобщаются и анализируются, и в дальнейшем будут направлены для рассмотрения в Окружной консультативный совет по развитию местного самоуправления. В течение всей прошлой недели депутаты Чебоксарского городского собрания проводили встречи с избирателями, отчитывались о своей работе в округах за прошедший год. В актовом зале 29-й столичной школы собрались школьники, педагоги, жители микрорайона. Поводом стала встреча с депутатом 25-го избирательного округа. Концертная программа, награждение победителей конкурсов, поощрение за отличную учебу ребят, день депутата больше походил на праздник. В выступлении Александр Андреев постарался собрать всю информацию о проделанной работе, о планах на будущее. Депутатская приемная находится у нас в школе номер 29, потому что уже так сложилось, что я считаю, что главную работу нужно проводить именно среди молодежи. Главной своей задачей ставлю. Именно работу через школу, потому что в любом случае социально-культурный центр микрорайона это все-таки школа, куда приходят родители, дети. В этом году мы построили 4 площадки, но разделили одну. В этом году, вернее в прошлом году, в этом мы все-таки пойдем по пути, что крупную площадку будем строить. Не так делить много маленьких, а 2-3 очень крупные построим. Мы эти площадки, адреса всегда определяем. Каким образом? Вот с руководителем ТОСа, с активом микрорайона собираемся и говорим, где наиболее необходимо, где большее количество детей. Слава Богу, с каждым годом количество детей становится все больше, поэтому и в городе такие программы, они не уменьшаются, а увеличивается финансирование. В этом году на детские площадки около миллиона рублей в каждом округе должны выделить. Многие вопросы в Московском решаются населением совместно с депутатом. Это и строительство новых детских площадок, и благоустройство общественных территорий, и консультативная помощь. Хотя, конечно, всегда остаются проблемы, которые сложно разрешить даже с депутатским участием. Взаимодействие с управляющими компаниями. Вот немножечко напряжение идет в этом опросе. Остальное все решаемо. У нас работает приемная, в которой мы всегда… Там есть график работы, да, два дня в неделю. Но если этого мало, люди звонят, там есть телефон контактный. Всегда, всегда приходим по необходимости. Никогда не кормим завтраками, никогда не отказываем. И вопросы стараемся решить по горячим обращениям. Кроме отчетных встреч, у депутатов много работы в общественных приемных. Такие приемные работают по нескольким направлениям. Это конкретная помощь конкретным людям, анализ всех обращений, выявление проблем, для решения которых нужно принимать серьезные меры. Глава города Леонид Черкесов также провел отчетную встречу с избирателями 10-го округа в Доме культуры Южной. Стоит отметить, что наступивший 2013 год будет не менее насыщенным в работе депутатского корпуса, уверены народные избранники. Программа «Местное самоуправление» подошла к концу. Я, Данифа Атагирова, прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин